Новости на телеканале Хабар 24. В студии работает Сергей Гергель. Здравствуйте. Директора школ в республике добровольно отказываются от просторных кабинетов. Теперь вместо совещаний в них будут проходить уроки. Так в регионах и крупных городах страны борются с трехсменкой в образовательных учреждениях. В течение месяца оптимизировать свои площади планируют и колледжи. Лейла Аойсова расскажет подробнее. Мы сегодня писали контрольную по естественному знанию. Ой, молодец. Ержан Бахатпек одним из первых освободил свои апартаменты. На такой шаг директор 35-й школы Актубе пошел из-за нехватки учебных классов. Здесь учатся почти полторы тысячи детей. Одних первых классов семь. Свой личный кабинет 65 квадратов он уступил первоклассникам. А приемную отдали школьному психологу. В старом классе было очень жарко. Было тесновато. А вот в этом классе просторно и красиво. Жарко-то было. А у вас это жарко было. Самое главное – здесь много света. Кабинет большой и детям нравится. Нужно создавать условия для хорошей учебы. Сам директор перебрался в фойе. Новый кабинет теперь делит секретарем и социальным педагогом. Помещения в два раза меньше, но, говорят, места всем хватает. А стеклянная перегородка – как символ доступности главного школьного педагога. В этом уютном кабинете директор 61-й школы принимал посетителей всего три года. Школа хоть и новая, но и здесь решили освободить помещение для детей. Сегодня руководитель переезжает на первый этаж. Столы и стулья, компьютеры и государственный флаг постепенно перекочевали в холл, поближе к вахте. Кому отдадут освободившийся кабинет директора, пока неизвестно. Возможно, там будет медпункт, потому что в кабинете врача не развернутся. А если не разрешат по санитарным нормам, то тогда здесь заработает шахматный кружок. А пока майора Оторбаева обустраивается на новом месте. Из этого кабинета все у меня как на ладони. Очень хороший обзор. Буду видеть, кто опаздывает на уроки. А напротив в здании вход для начальных классов. И за ними нужен глаз да глаз. Мы отвечаем за безопасность детей. В Таразе свои просторные кабинеты освободили 11 руководителей. Один из них – директор гимназии номер 8 Алишер Азимбай. В его кабинет площадью в 40 квадратов уже перенесли парты и доску. Здесь будут идти уроки русского и английского языка. Сам директор перебрался в помещение поскромнее – всего в 10 квадратных метров. Бывший кабинет английского языка мы переделываем под робототехнику. Сейчас там идет ремонт. У нас учатся больше 2000 детей. Кабинетов, конечно, не хватало. Бывали случаи, когда уроки проводились в актовом зале. Рекорды бьет Шимкент. В 28 школах мегаполиса в бывших директорских кабинетах уже получают знания школьники. Такая необходимость давно назрела в 17-й школе. Ученических мест катастрофически не хватает. Сейчас дети вынуждены учиться в три смены. Сейчас в моем кабинете учатся дети из трех-четырех начальных классов. Еще четыре класса у нас учатся в актовом зале. Мест по-прежнему не хватает. Ученики второй смены уходят домой в половине восьмого вечера. В каждом регионе акцию поддерживают представители проектного офиса «Адалдых Алане». По их словам, главная цель таких нововведений – оптимизировать площади и открыть новые классы для детей, таким образом решив проблему перегруженности учебных заведений. К слову, только в Актубе остаются шесть школ с трехсменным обучением. Свои кабинеты пока отдали семь руководителей школ. К ним присоединятся еще и колледжи. Лейла Уэсова, Анастасия Сулейманова, Нурбек Байбосын и Айнадин Молдобеков. Актубе, Хабар, 24. В Алматинской области безработным и самозанятым молодым людям помогут открыть свой бизнес. Обучающими курсами охватят 12 тысяч человек. Меморандум о сотрудничестве подписали представители областного управления по вопросам молодежной политики и региональной палаты предпринимателей. Особое внимание уделят жителям сел. Чтобы проект был результативным, эффективным, все эти обучения будут проходить и теоретически, и практически. Будут проводиться именно мастер-классы, мотивационные выступления уже действующих предпринимателей. На этих примерах наша молодежь увидит, как открывать, как развивать тот или иной бизнес. И к событиям в мире. В американском штате Флорида рухнул легкомоторный самолет. Жертвами авиакатастрофы стали пять человек. Как сообщают СМИ, вылетевшее из международного аэропорта Татампа, воздушное судно упало в озеро Укичоби. Федеральное управление гражданской авиации США и Национальный совет по безопасности на транспорте приступили к расследованию причин случившегося. Сирийская армия атаковала боевиков группировки Джипхатану, страна юга провинции Идлиб. Среди террористов есть жертвы и раненые. Военные наносили точечные артиллерийские и ракетные удары. Отмечу, что радикалы и незаконные бандформирования ежедневно нарушают режим прекращения огня. Экстремисты обстреливают поселения на севере провинции Хама и в Горной Латакии. Вместе с тем Джипхатану продолжает отвоевывать территории в самом Идлибе. У более мелких группировок захватывая все больше городов и селений в этой провинции. Офицерскую честь проверяют на полиграфе. Детектором лжи вооружили выездную антикоррупционную группу Министерства обороны Республики. Сейчас она начала свою работу в Караганде. В штабе Центрального военного округа Астана собрали командиров воинских частей, их заместителей и финансистов. Проверку проходят офицеры, состоящие и претендующие на должности с высоким уровнем коррупционных рисков. Мобильный полиграф – это ноутбук и шесть датчиков. Аппарат, уверяют специалисты, распознает ложь с точностью не менее 97%. Опрос одного человека занимает около трех часов. Проверяет также приверженность испытуемых к радикальным течениям и наркотикам. Отмечу, тест на правду не проходит около 30% испытуемых. Человек, который имеет отрицательный результат полиграфов из исследований, он уже даже не назначается на какую-либо руководящую должность. Полиграф-аппарат у нас современный. У него есть встроенная программа, которая сразу считывает противодействие этого человека. Мы сразу видим, когда человек пытается противодействовать проведению полиграфа. Больше полутысячи женщин служат в Актюбинской полиции. Их навыки, владение боевым оружием, а также умение использовать приемы рукопашного боя уже не позволяют в полной мере относить этих дам к категории так называемой слабой половины человечества. Каково им работать в силовой структуре, где не наденешь платье, зато постоянно наравне с мужчинами приходится носить форму и тяжелые ботинки, поинтересовались наши корреспонденты. Стрелять из пистолета и ловить особо опасных преступников – это задача не для слабого пола, но только не для этих эффектных женщин в погонах. Подчинение Эльмиру Суликановой – шесть сотрудников. Подполковник полиции руководит отделом по расследованию ДТП в управлении дознания. В ее практике был случай, когда пришлось внедриться в преступную группу, чтобы разоблачить кредитных мошенников. Говорят же, не женская эта работа, но несмотря на это, мы как женщины считаем, что нужно быть в этой профессии очень ответственным, коммуникабельным, грамотным, чтобы уметь подойти к каждому вопросу, к каждому делу объективно. Ее коллега Зибагуль Копенова служит полиции 15 лет. По словам майора, женщин полицейских отличает усидчивость, терпение и внимательность. Это только в телесериалах и детективах работа следователя похожа на увлекательную игру. Полную приключенческой романтики. А в оперативной службе нужно развивать логику и интуицию. Работа у нас нелегкая. Часто приходится задерживаться допоздна. Мы расследуем уголовные дела. Это убийства, разбойные нападения, изнасилования. Подозреваемые разные попадаются. Иногда пытаются запутать и обмануть. Бывает, что и жертвы путаются в своих показаниях. Но опыт приходит с годами. Становишься психологом и уже по голосу, по поведению человека можешь определить, говорит он правду или нет. Настоящий конкурс красоты с дефиле и танцами в честь женского праздника организовали в Актюбинском юридическом институте. Эти милые девушки будут охранять общественный порядок наравне с мужчинами в погонах. Совсем скоро они пополнят ряды правоохранительной. А пока идет борьба за корону первой красавицы вуза. Я хочу работать в следственных органах. Мне это интересно. Знаю, что будет трудно, но выбирать легкий путь не хочу. В нашей семье нет полицейских. Родители меня поддержали, и я думаю, что стану профессионалом своего дела. За четверть века институт выпустил из своих стен больше 5000 курсантов. Сейчас готовят кадры для административной полиции всего западного региона. В преддверии весенних праздников здесь открыли фронт-офис для обслуживания населения. Каждый желающий может получить бесплатную юридическую помощь. Консультант определяет степень вопроса необходимого специалиста и вызывает уже на консультацию. Если это будет по линии гражданского права, по линии уголовного законодательства или же административного, это позволит мобильно человека обслужить. И здесь позитив еще в чем, что наши слушатели-курсанты нашего ведомственного учебного заведения на первоначальном этапе обучения уже будет ближе работать с населением. Сейчас в правоохранительных органах региона служат больше 500 женщин. Представительницам прекрасного пола работать в полиции очень комфортно и спокойно. Ведь ежедневно на службе их окружает настоящий офицерский состав. Настоящие мужчины, которые всегда готовы прийти на помощь и защитить. Наряду с мужчинами в погонах они становятся профессионалами, ежедневно показывая высокие результаты в службе. В департаменте по чрезвычайным ситуациям Шимкента работают больше 70 женщин. Одни трудятся кинологами, другие инспекторами. Кто-то принимает участие в спасательных операциях. Рауль Габитов подробнее. Может показаться, что работа в ДЧС подходит только для мужчин. Но время убедительно показывает, что это не так. Женщины успешно работают в такой непростой структуре. Вот уже 18 лет, как Нурсулу Аскарбекова служит в департаменте по чрезвычайным ситуациям. Карьеру она начинала с должности радиотелефониста пожарной части. Нурсулу Ахмедбеков, например, для всех нас. Она профессионал своего дела и является одним из лучших сотрудников ведомства. Дома же подполковник Аскарбекова, любящая жена и мама пятерых детей. Её супруг Галымшан Муратов тоже работает в ДЧС. Он начальник районного отдела по чрезвычайным ситуациям. Самое главное, моя семья всегда рядом. Это и есть женское счастье. В свою очередь хочу поздравить прекрасную половину Казахстана с международным женским днём. Нурсулу не случайно выбрала такую работу. Решила пойти по стопам деда. Он ветеран противопожарной службы. Рауль Габитов, Нурмахан Мусатов, Нурмахан Бекмуратов, Хабар, 24, Шымкент. Жительница Уральска Елена Нургалиева – электросварщик с 36-летним стажем. Наша героиня считает, что женщина может добиться успеха в любой профессии, даже самой мужской. И доказала это на своём примере. 11 лет Елена работает в автосервисе, а свободная от работы посвящает фитнесу и танцам. Василия Русалеева продолжит. Как у вас семейные дела? Работы есть? Всё нормально? Я очень рада. Тебя там ждут клиенты. Всем привет! Как дела? Как раз там парочку надо. Вот, здравствуйте. Что хотели? Да там по мелочоку надо подборить кое-что. Ну, давайте. Посмотрим потом, да? Да, без проблем. Прекрасной Елене подвластен любой металл. Она работает с железом и чугуном. Острый глаз и точность в движениях – всё, что нужно хорошему электросварщику. Елена пришла в профессию случайно. 18-летней девчонкой после окончания местного колледжа. Сначала у меня ничего не получалось. Мне было даже стыдно. Потом, наверное, характер проявился. Стало вот учиться, учиться, учиться и научилась. Когда приходят ребята, они приносят такие детали. Я говорю, ребята, я им говорю, я не золушка, я не могу. Они говорят, ну, пожалуйста, пожалуйста. Ну, потом получается. Мужчины в коллективе Елена уважают. Перестали нецензурно выражаться и бросили вредные привычки. А вот клиентам-мужчинам каждый день приходится доказывать свою состоятельность. Ровно, 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 ровно. Профессионал своего дела. Кто там приезжает, например, болт сломался на колесе или что-то приварить все к ней. Многие приезжают и говорят, типа, у вас варщик здесь есть? Лена. А женщины? Я говорю, да. Они, а что, нормально варят? Потом идут и нормально, довольны, уезжают от неё. Она наравни со всеми. Другу, да? Мы, наверное, играем даже иногда с ней. У женщины всё-таки гибкий ум. Не хочу обидеть мужчин, правильно же? Всё равно, действительно, потом интуиция у женщины очень сильно развита. Понимаете? Соответственно, где-то что-то она больше видит и больше знает. Чувствуй сердцем. После работы обязательно в фитнес-клуб заряжаться энергией. Спортом она начала заниматься в 49 лет. До этого даже не танцевала. В 52 впервые села на шпагат. Теперь все упражнения делает легко и играючи. По пятницам всё время она приносит баурсаки. Хотя здесь фитнесы, как бы все на диетах сидят. Ну вот она такая солнечная, добрая, легкая и в работе своей, хотя тяжёлая работа, согласитесь, мужская работа. Ну вот она вот такая вот, лёгкая, весёлая. В зале, когда она занимается, конечно, многие женщины прям восхищаются её. Заряд бодрости от Елены получили и мы. Жить на позитиве она учит всех, кто хотя бы раз с ней пообщался. Асилия Русалиева, Руслан Газизов, Канад Махмутов, Уральск, Хабар-24. И на этом всё. Следите за развитием событий вместе с нами на телеканале Хабар-24. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok